Радио «Вера» представляет Было слово Эти первые строки Евангелия от Иоанна известны каждому Кем же был автор одной из священных книг христианства? Святой апостол Иоанн Богослов Ближайший и любимейший ученик Иисуса Христа Он не раз становился свидетелем Его чудес и славы Он, единственный из учеников Остался рядом с распинаемым на кресте Христом И ему спаситель доверил попечение о своей матери Марии После успения Пресвятой Богородицы Апостол Иоанн, как и другие ученики, отправился проповедовать В период гонений на христиан при римском императоре Домициане Иоанн был сослан на остров Патмос Множество местных жителей он обратил в христианскую веру Но главным наследием Иоанна Богослова стало Евангелие По преданию, перед тем, как диктовать книгу ученику Святой апостол три дня молился в одиночестве на вершине горы Там же, на Патмосе, Иоанну было даровано откровение или апокалипсис Самая загадочная книга Нового Завета, содержащая пророчество о конце света Апостол Иоанн прожил более ста лет На его могиле в Эфесе по сей день продолжают происходить чудеса Православная Церковь почитает апостола и евангелиста Иоанна Как святого, достигшего совершенства в самой главной заповеди Христовой В заповеди любви Его часто так и называют Апостолом любви Мы обращаемся к святому Иоанну Богослову Моли Бога о нас Будущий патриарх Тихон Василий Иванович Белавин Родился в 1865 году в Псковской губернии в семье священника Василий закончил духовное училище, семинарию и духовную академию В 26 лет он принял монашество с именем Тихон Став епископом, святитель Тихон служил сначала в городе Холм на территории нынешней Польши Потом в Америке и на Аляске, где много сделал для развития православия Позже, возглавляя Ярославскую епархию, святитель Тихон верхом на лошади, пешком или на лодке добирался в глухие села, посещал монастыри и уездные города В Первую мировую войну он обходил лазареты, благословлял и напутствовал войска В 1917 году на соборе Русской Православной Церкви был поднят вопрос о восстановлении патриаршества Жребий выпал на святителя Тихона, который тогда был уже митрополитом московским В начале 20-х годов под предлогом помощи голодающим была предпринята попытка разгрома церкви Патриарх Тихон благословил тогда жертвовать церковные ценности, но выступил против посягательств на святыне В результате он был арестован и год находился в заточении И до ареста, и после на патриарха организовывались покушения В 1925 году в праздник Благовещения патриарх Тихон скончался Не будьте побеждены злом, побеждайте зло добром Были его последние слова Благодаря стойкости в вере, следованию заповедям и жизни во Христе патриарха Тихона И тысяч других православных исповедников, мучеников и праведников Русская Православная Церковь смогла пережить испытания, выпавшие ей в 20 веке Мы обращаемся сегодня к святителю Тихону, патриарху московскому Моли Бога о нас Преподобный Ефрем Перекомский в миру Евстафий родился в 1412 году в Кашине Склонный к уединению, Евстафий еще в юные годы оставил родительский дом Он поселился в Калязинской обители Родители хотели возвратить сына домой Но он убедил их самих оставить мир и принять монашество Впоследствии и они завершили земной путь в отшельничестве Преподобный Ефрем прославился строительством и основанием новых монастырей и храмов на Новгородской земле Для удобства доставки воды в один из основанных им монастырей он прокопал протоку в озеро Ильмень В честь этого обитель получила название Перекопской или Перекомской Уже после своей кончины преподобный являлся игуменом монастырей с откровениями о будущем этих обителей В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни Преподобный Ефрем Перекомский сумел соединить молитву и деятельный труд на благо братья и монастырей и всей православной церкви Мы обращаемся к преподобному Ефрему Моли Бога о нас Мученик Иоанн Золотов работал пожарным У него была семья, маленький сын Иван Петрович и его жена были людьми верующими В конце 20-х, начале 30-х годов они оказывали помощь священникам и монахиням из разоренных и разогнанных монастырей В 1932 году Золотов приютил в своей квартире на время немощную и убогую монахиню Александру Червякову Потом оказывал ей помощь деньгами и продуктами Соседям он не раз рассказывал о праведческом даре монахине В 1937 году Ивана Золотова арестовали и заключили в Бутырскую тюрьму Он обвинялся в участии в контрреволюционной монархической группе Тройка при НКВД приговорила Ивана Петровича к расстрелу Мученик Иоанн погиб на Бутовском полигоне под Москвой Гонения на церковь в 20-м веке коснулись тысяч простых христиан И эти люди, простые труженики, даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и своего спасителя Многие из них причислены к лику святых новомучеников и исповедников церкви русской И мы обращаемся к ним со словами молитвы Молите Бога о нас! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok